На этой неделе президент Беларуси провел кадровые назначения, которые напрямую затронули и наш регион. Юрий Горлов займет должность помощника президента, инспектора по Гомельской области, а председателем Кармянского райисполкома утвержден Дмитрий Шинкаренко. Юрий Горлов родился в Брянской области, окончил Брянскую сельскохозяйственную академию. Трудовую деятельность начал зоотехником в Минской области. Работал на различных должностях в местных органах власти и Министерстве сельского хозяйства. Последнее место работы – председатель Молодечинского райисполкома. Среди главных качеств нового помощника президента, инспектора по Гомельской области, высокая работоспособность, требовательность и ответственность. Выстроим плодоборную сумерскую работу, нацеленную на решение поставленных задач. При посещении региона, в первую очередь, я обращаю внимание, в принципе, на все сферы, и социальную сферу, и промышленно-сельского хозяйства. Именно те вопросы, которые сегодня стоят в первоочередном порядке. Еще одно назначение. Дмитрий Шинкаренко занял должность председателя Кармянского райисполкома. Кандидатура была выбрана не случайно. Новый глава хорошо знает не только ситуацию в сельском хозяйстве, но и пути ее улучшения. Уроженец Гомельского района работает в агропромышленном комплексе с 2014 года. Он возглавлял два сельскохозяйственных предприятия, которые вывел в число лучших. Последние семь месяцев он являлся председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома. Способен решать широкий круг управленческих задач. Под его руководством проводится и проводилась системная работа, направленная на эффективность управления организациями сельскохозяйственной отрасли региона. Дмитрий Александрович, если говорят по новому, опытный менеджер, обладающий хорошим набором компетенций, способный придать новый импульс экономическому развитию Кармянского района. Дмитрия Шинкаренко хорошо знают на Кармянщине. За последний год он неоднократно посещал район. При его непосредственном участии удалось решить ряд актуальных вопросов. Наводили порядки на сельхозпредприятиях, на землях вокруг сельхозпредприятий. Это фермы, мехдворы. Так как наше предприятие занимается и известкованием, и внесением минеральных удобрений, по вопросам агрохимии мы с ним неоднократно пересекались. Также заготовка кормов тоже Дмитрий Александрович курировал. Перед новым главой района стоят непростые задачи. В Гомельской области Кармянщина находится в числе отстающих. И причина не только в том, что район значительно пострадал в результате чернобыльской катастрофы. Ощущается нехватка специалистов ветеринарного профиля. Поэтому в этом году мы заключили 10 целевых. Если в прошлом году было 2, в этом уже 10 целевых заключили договоров. Молодым специалистам предоставляем жилье в районном центре в корме. Поэтому акцент делаем на то, чтобы именно восполнить недостающий объем кадров. В следующем году в Гомельской области будут приняты меры, которые должны дать новый импульс к развитию во всех сферах. Задача – охватить каждый населенный пункт и каждого жителя. Должны люди все-таки выполнять те задачи, которые поставлены перед ним целиком и полностью. Ну и самое главное, что в прошлую субботу проходило совещание с главой государства, семинар совещания по поводу животноводства в Солигорске. Поэтому выполнение тех задач, которые были ставлены на этом же совещании, ну и предстоящая электоральная кампания должна все-таки проходить достойно. Контракт с бывшим председателем Кармянского райисполкома Евгением Белошем расторгнут по соглашению сторон. В ближайшее время ему будет предложена новая должность в соответствии с его компетенциями и возможностями. Светлана Главко, Новости недели.